На работу с зонтиком сотрудники Каргатского районного военкомата уже два года ходят по инстанциям, чтобы в муниципальном здании починили крышу. За 30 лет кровлю там не ремонтировали ни разу и теперь каждый дождь грозит обернуться потопом на рабочем месте. Ситуацией разбирались мои коллеги. Представляете, вот как это все льется, все капает. Здесь есть документы, которые хранятся по 75 лет. В таких условиях их сохранить нереально. Эти документы относятся к исторически важным. Их датировка начинается с 30-х годов. Сотрудники комиссариата переносят их в другие кабинеты, накрывают пленкой. Боятся, что печальный опыт расселить недавности может повториться. Вращаешься с просьбами там совсем на свете. Ничего еще страшного не случилось. Если вдруг, не дай бог, у нас по лампочкам вода течет. Если что-то замкнет, будет пожар. У нас уже был в военкомате пожар один раз. Не в этом, а вот старый военкомат сгорел. Представляете, сколько информации сгорело. Многие люди ходят, спрашивают, а мы ничего не можем сказать, потому что архив сгорел. Жаловаться городской администрации начали еще в прошлом году. Звонили, писали, все безрезультатно. По факту повреждения кровли администрация города сообщает следующее. В связи с тем, что деньги за следствие заложены в бюджет города, не проведение текущего ремонта здания, сооружений, и не муниципального жилья распределены. Достаточности средств на ремонт кровли военного комиссариата отсутствуют. Сотрудники военкомата ежедневно рискуют жизнью. Подключить свет и оборудование нельзя. Повсюду пахнет плесенью. Военные соседствуют с ветеранами. Владимир Иванович вынужден собирать лужи. Тазы и ведра здесь уже получили постоянную прописку. Вот эта стена мокрая. Это может произойти лет через 10, что было в Омске. Рухнет и, не дай бог, кого-то плитами прикроет. Хорошо это, если произойдет в ночное время. А если в дневное время... Это здание не ремонтировали с самого момента его постройки. Осенний призыв совсем скоро. И отправлять новобранцев на армейскую службу предстоит в таких условиях. Светлана Федорова, Алексей Гаврилов, Новость ОТС.